Коллеги, рядом со мной Александр Лысковский, это спикер нашей сегодняшней бизнес-сессии. Тема затрагивала инновации, очень хочется узнать. Инновации в вашем ключе, что это? Я представляю компанию iFarm, мы занимаемся вертикальными фермами. Это такая коробка размером с дом или с комнату, в которой выращивают свежие ягоды, овощи, зелень. Все это вкусно, может быть, внутри магазина, либо в ВРЦ. Насколько я понял, самое главное, это то, что мы привыкли, что выращивание это что-то где-то далеко, где-то за городом, где-то в экологически чистом районе, но вот куда нужно очень долго ехать. Ваши ноу-хау, то, что получаются эти продукты, могут быть непосредственно в соседнем дворе, при этом максимально свежие? Да, в соседнем дворе и круглый год. То есть зимой в нашей любимой Москве ничего нельзя вырастить. То есть поля покрыты снегом, ну и выращивать на полях рядом с Москвой довольно дорого. Лучше эту недвижимость превратить в парки отдыха или бизнес-центры. Поэтому все это везется очень издалека, чаще всего из других стран или других регионов, если это большая страна. А иногда везти вообще не откуда, как в Сингапур, маленький, Гонконг или Япония, там просто земли не хватает. Вот на помощь приходят наши технологии, можно все локально вырасти. Слово «фрэш» приобретает вообще другой оттенок, это максимальный фрэш, который только возможен. Мы очень любим, когда утром собран урожай и в обед он уже на полках магазинов, либо в ресторане у тарелках клиентов. Давайте расскажем еще, какие виды культур вы выращиваете. В Москве больше всего мы выращиваем зелени, сейчас уже почти 20 тонн. Это там рукола, базилик, кейл, очень модный сейчас. Иногда мы выращиваем клубнику, в Москве пока нет клубники нашей, в других городах есть, но тоже будем производить круглый год очень вкусную свежую клубнику. Она, кстати, вообще не ездит. Если вы помните, вот зимой она обычно, приехавшая из какой-нибудь Греции, она твердая, как яблоко. Вот она должна быть мягкая наша. Еще выращиваем овощи, но это уже какие-то северные истории. Норильск, Мурманск, Камчатка, то есть там, где очень сложно поставить обычную теплицу. Получается, можно вполне в канун Нового года взять себе свеженькой клубники и новогодний стол поставить? Да, вот это уже пару лет можно, мы все это продаем в нескольких городах. У нас 8 ферм сейчас в России. 8. И ближайшая в Москве? В Москве, да, рядом с Внуково, с аэропортом у нас там есть ферма, она производит там 6 тонн зелени. И там рядом распредцентры магазинов, чик-чик-чик, раскидали. Это то, что вы видите там в ленте, в метро, в азбуке вкуса. Это просто замечательно. Это те инновации, которые мы хотели, в которых мы нуждались. Спасибо вам большое за вашу работу и надеюсь, что ваш опыт и ваша компания разрастется до таких масштабов, что можно будет в соседний дом сходить и купить уже не в оптовом варианте для ритейлеров, а вот просто домой. Спасибо. И всем вкусной еды. Спасибо. 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 Спасибо.